Очень странно, как-то сегодня мы наблюдали. Андрей Витальевич Багасин сказал, что организованных выездов детей было один, и я так понял, это в Саранск три человека. Выезды организованных групп детей за прошедший период был один выезд. Это 21 числа в 16-15 был осуществлен выезд организованной группы детей из МАО школы Олимпик в город Саранск. С 22 по 26 февраля в Саранске прошло первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике с участием трех представителей спортивной школы Олимпик. Хотя Екатерина Данишина рассказала о действительно больших таких значимых наших достижениях сейчас в спорте, очень много ребят выезжало, и мы слышали, что это и Пугачев 30 человек, и греко-римская борьба, и саратовских мероприятий было просто десятки. А каким образом тогда выезжают туда дети? Неорганизовано? Вот вопрос. Мы оформляем организованные поездки детей, когда мы заказываем транспорт, они едут целенаправленно туда на транспорте. Если дети добираются автобусом общественным, либо с родителями, то они у нас не попадают в области ДДС. Ну, то есть педагогу, который на себя берет ответственность, проще уйти в эти день в отпуск или в собственный отгул, и ответственность таким образом... Нет, Александр, я с вами не согласна, у нас на каждый выезд есть приказ о том, что с ними едет тренер, и тренер несет за них ответственность. Просто они едут не централизованно автобусом из Балакова, да, они едут общественным транспортом, покупают билеты, и это не считается организованным, она не попадает у нас в сводки и ДДС. То есть Пугачев 30 человек ехали собственным транспортом? На автобусе, на рейсовых автобусах. Ну, а тогда зачем вообще законодательство нужно о том, чтобы сопровождать детей, если 30 человек едут одним и тем же автобусом? Это не является ли организованным выездом все равно? Ну, 30 человек участия в мероприятиях у нас в Балаково были, а выезд у нас не было таких массовых выездов. Ну, может, я неправильно услышал про Пугачев вроде, такая информация была. 21 февраля в Пугачеве прошла матчевая встреча по легкой атлетике обучающихся детских юношеских спортивных школ Саратовской области. 20 наших спортсменов от спортивных школ юность принимали там участие. Ну, понял. Хорошо, вопрос справедливый. Я прошу Татьяну Павловну тогда вместе с Богасиным это взять на контроль с тем, чтобы именно в правовом поле, на законных основаниях четко понимать, как у нас будут выезжать, а выездов будет много, как у нас будут выезжать дети на спортивные, культурные и иные мероприятия. И что подпадает под юрисдикцию непосредственно ЕДДС, о чем докладывает Андрей Витальевич, и что не попадает. Тем, чтобы здесь было четкое понимание об организованных, неорганизованных группах и на основании какого законодательства и ответственности это регламентируется. Спасибо, Александр Александрович. Действительно хотелось бы прояснить, потому что списывать ответственность только на тренера, не дай бог, что случится, но все-таки он их везет. Ну, как-то несправедливо мне кажется.